всем привет а с вами светлана я вас всех с душой и любовью встречаю на своем канале посеем пожуем друзья сейчас у меня идет творческий процесс это посадка не семенами а уже высадка не в открытый грунт а в кашпо цветов я хочу чтобы просто вы кому интересно посмотрели как я это делаю друзья все время хочется чтобы наши цветы зацвели как можно раньше и если я их сейчас начну высаживать холодный грунт то они или погибнут или будут сидеть долго 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 когда еще я их высажу а мне хочется быстрее чтобы зацвел мой цветник и те именно цветочки которых корневая система не сильно развита как лобелия петуния вербена их можно посадить просто в кашпо друзья вот я некоторые уже здесь посадила вот в такой вот кашпо я посадила виола у меня здесь растет петуния вот сюда я сейчас посажу еще это у нас получается это у нас получается синенький цветочек которые часто я называла его уже забыла как называть ладно вспомним вот он будет вот так вот гроздями вот так вот здесь расти вот дальше у меня еще есть кашпо который я посадила вот такую вот петунию и вот такой вот вспомнила лобелия память лобелия она будет синенькими цветочками и она у меня разноцветная вот такая она не только синяя она вот такая друзья она будет водопадом и беленьким и красненьким и синеньким сейчас мне заловка отдала два старых чайника друзья и я их тоже приспособлю вот такие вот два старых чайника муж мне здесь просверлил дырочки чтобы не было застой воды здесь я наполню грунтом посажу лобелию друзья и вот так подвешу вы знаете будет каким водопадом красивым вот такие два чайника я обязательно хочу посадить виолу вот такое кашпо с хорошими дренажными отверстиями друзья вот такое кашпо я покупала через интернет всего 40 рублей большое на 5 литров сейчас мы заполним его грунтом грунт я за заколебалась покупать друзья вот честно вот идешь магазин грунт идешь магазин грунт уже столько денег у меня ушло на этот грунт сейчас я думаю что они в принципе рассада немножко подросла и я накопала грунт в огуречнике самый-самый питательный там и навоз если вот небольшие видите корешки немножко соломки здесь всякие палочки вот и в этот грунт я сейчас добавлю грунт магазинный но чтобы хоть немножко поэкономнее было питательный торфонавозный мы его сейчас сюда добавим немножко прям буквально чтобы мне хватило потому что кашпо большое вот так перемешаем сюда я добавлю вермикулит немножко разрыхлите тоже немножко когда мы сеем семенами друзья то я понимаю должен быть рыхлый рыхлый грунт а здесь надо уже чтобы привыкали немножко растишечки привыкали к такому уже более жесткую грунту сейчас я напомню это кашпо грунтом у меня здесь конечно творческий процесс когда земли весь дом земли но ничего это потом уберется так сверху немножко еще добавим хорошие земли чтобы сначала привыкали к решетке еще чуть-чуть вермикулита и вот друзья я внутрь добавлю немножко микоризы микориза это споры грибок которые потом на корешках вот эти вот вот этот грибок вырастает и помогает вот этой корневой системе как можно лучше усваивать питание земли но микориза друзья боится солнечного света и никак ее нельзя вот так рассыпать понимаете поэтому нужно выкопать вот так и буквально вот чайную ложечку я добавлю микоризы вот так вот мы делаем хорошенечко чтоб мягенький был грунт так дальше сюда можно еще добавить друзья вот фертика мы немножко смешаем чуть-чуть вот это вот подкормки вот этих витаминчиков прям буквально немножечко я хочу на на дно вот так вот и суток смешаю все сейчас мы посадим сюда белку белку я не проливала сейчас мы аккуратненько аккуратненько вот так обжамкаем и посадим так вытащим хорошенечко хорошо вытащился вот это вся земельчик у нас сюда пойдет разделю по одному корни корешочку корешочки вот хорошие и посадим друзья виола очень красивые у меня будет она по другому еще называется анютины глазки так мне нравится как она цветет но я ее сажаю одну ни с ни с какими цветочками знаете какой корень хороший вот я ни с какими цветочками друзья ее смешивать не буду она в принципе виола этого не любит так сейчас мы еще посадим немножечко распутаем сюда она потом будет пышным кустиком таким цвести вот я не знаю кто в курсе если кто-то знает можно ли черенковать виолу напишите мне пожалуйста в комментариях кто знает можно ли елку черенковать так и вот сюда сейчас посадим ну чтобы нечетное все-таки у нас было раз два три 4 5 вот хорошо вот так вот сейчас посадим и вот друзья а они у меня не под лампой они у меня я но частично на стол поставлю около окна вот и когда будет тепло но где-то в мае месяце они уже примутся они уже начнут в этом кашпо расти их друзья не нужно будет пересаживать я прямо с этим кашпо вытащу их на улицу я так думаю что кашпо чуть-чуть можно можно землю закопать что почему мне нравится вот кашпо выращивать растишки вы знаете если в цветнике например просто посадил цветочек и вам не нравится расположение этого цветка но немножко неудачно у меня бывает такое то кашпо можно легко перенести и менять местами вот вот эти вот цветы сейчас мы это прольем так ой бабулька возьмем водичку так сюда водичку я добавлю немножечко фитоспорина друзья фитоспорин у меня вот в такой бутылочке подписан и даже я здесь написала как его разводить вот здесь 2 чайных ложки на 10 литров на 1 литр 10 капель ну это прям буквально вот половина толпачка я уже знаю 10 капель и он будет как чай как крепкий чай уже приблизительно знаешь сейчас размешаем фитоспорин для того чтобы не было черной ножки чтобы не болели растишки это тоже в принципе как споры и мы немножечко как бы от всех болезней спасем как дезинфекция небольшая так все полили все вот такой вот кашпо такое вот шикарное мы его отставляем друзья я вам сейчас покажу вот такие вот это наверное ведерки для мусора корзины для мусора я купила фикс прайсе по 40 рублей очень друзья удобные они на 8 литров сюда я проложила спамбом чтобы не здесь вот не просыпалась земелька я ее чуть-чуть закрутила вот этот спамбом потом я его раскручу вот так вот наверх когда у меня растишки будут растишки будут расти я его раскручу я буду полностью добавлять землю поэтому я не полностью сделала здесь у меня по центру будет вот такой цветок остеосперму вот такой он будет по центру очень красивый смотрите сиреневый белый а по краям у меня будет так вербена вот вербенка я уже посадила а вот здесь вот я посадила но что-то немножечко уже сдохла мне кажется лобилия что-то какая-то такая я начать подсажу еще лобилию сейчас возьму лобилию вот у меня горшочки и наверное сюда еще чуть-чуть подсажу чтобы было вот здесь корневая система хорошая а то что-то как-то прям болезненно выглядит некрасиво так вот так сейчас подсадим лобилию и полью я только лобилию полью потому что там у меня сыр и сырой горшочек все отставляю вот здесь вот друзья смотрите тоже вот это вот я тоже купила фикс прайсе и тоже он называется как для мусора горшок это не кашпо здесь я сделала дренажные отверстия обязательно здесь у меня опять остеосперму и петунии петунии и вот это вот у меня вербенка вот они будут все вместе расти посмотрите вот сочетание вот этих цветочков друзья очень красиво а вот этот тазик я его конечно не подниму он тяжелый за за моей спиной сейчас вот за моей спиной тазик вот если вам видно здесь у меня по центру мультиплора уже хризантема она друзья разрастется но пока она разрастется по краю я посадила петунии вот они у меня будут цвести красиво а вот эта мультиплора она будет цвести только ближе к осени как раз петуния цветет а мультиплора будет цвести друзья еще я хочу посадить вот в эти маленькие вот в эти вот емкости я посажу бархатцы я их так много набрала вот целый такой вот видите полный вот этих вот семена бархатцев я уже у нас в оренбурге сейчас апрель месяц уже принципе плюс 5 плюс 6 но ночью еще 0 но я уже успел по краю дорожки эти бархатцы посадить непосредственно в грунт а вот сюда вот я посажу таким букетным способом бархатцы они у меня пойдут в огурцы друзья они очень лечат вот эти растения своим запахом отпугивают вот это вот паутиного клеща говорят и тля боится я один букетик посажу под деревом по краям огуречника посажу по букетику бархатцев по краям огуречника по краям томатов когда буду сажать поэтому чтобы у меня уже была рассада я сейчас посажу друзья вы это тоже самое можете делать а вот в этом кашку если не сказала вот в этом кашку смотрите у меня какой красивый прелесть цветочек и лобелия тоже вот вот такой вот колеус а еще колеус у меня будет вот такой темный такой вот темный колеус вот он видите он потемнели листики я ему посажу в то кашку и вокруг тоже посажу с одной стороны лобелия чтобы красиво было можно незабудки друзья как будет красиво я с вами прощаюсь подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайк субтитры сделал DimaTorzok